Ежегодно до 20% бюджетных средств округа остаются неосвоенными. С таких не впечатляющих данных началось заседание рабочей группы Общероссийского народного фронта. Участники общественной организации детально обсудили бюджет округа и попытались ответить на вопрос, можно ли эффективно использовать деньги налогоплательщиков. Улучшение качества жизни и повышение инвестиционной привлекательности. Сегодня округ эти цели называет приоритетными. Именно к этим вопросам обратились участники Общероссийского народного фронта. Они провели заседание рабочей группы, на котором обсудили исполнение и планирование окружного бюджета. Статистика сегодня такова, что администрация города и Заполярного района не осваивает почти половину бюджета в сфере строительства, что напрямую влияет на качество жизни населения. Сегодняшняя ситуация, при которой мы ежегодно не осваиваем, задумываемся цифры 15-20% бюджета, это ситуация нетерпимая. Поэтому повышение эффективности управления общественными финансами, да, путем перераспределения полномочий, да, путем перехода на новые методы расходования бюджетных средств. Это один из фокусов нашего... Сегодня в округе размер неоконченного строительства более 4,5 миллиардов рублей. Из-за незданного вовремя жилья страдают в первую очередь люди. Пресловутый квартал в районе авиаторов, который не смогли сдать в 2013 году и продолжают строить сегодня, яркий пример безответственного отношения к бюджетным деньгам. Кроме того, переселенцы из ветхого жилья зачастую не осведомлены о дате и месте переселения. Об этом городской администрации не раз говорили как сами жители домов, так и руководство региона. Если уж вы не можете переселить, то хотя бы подайте вот тот сигнал, что люди, потерпите, мы о вас помним, потому что в этой информации обязательно должен быть исполнитель, обязательно должен быть срок, обязательно должно место, куда будут переселять людей. Чтобы начать нормально строить, необходим не только проверенный подрядчик, но и ответственность с каждой стороны. Только в этом случае можно будет говорить об улучшении качества жизни в Ненецком округе. Валентина Чебичик, Роман Дилимарский, Телеканал «Север».